Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с вот таким вот оргстеклом, вернее, с его обрезками. Поэкспериментируем, расплавим его в ксилоле, посмотрим, получится ли у нас его расплавить. Так что вам всем приятного просмотра! Поехали! Буду резать при помощи обычных ножниц по металлу, прямо тоненькими такими полосочками. Чем мельче мы его нарежем, тем это будет лучше, быстрее будет процесс. Возьмем стеклянную емкость, сейчас все соберем, и высыпем сюда. Чуть больше четвертинки. Также нарядаю стекло еще несколько частей. Уже насыпаю в пластиковый стаканчик, примерно пропорции сделаю одинаковые. Еще одну часть насыпаю в третий стаканчик. И у нас с вами получилось три тары с пластиком. Здесь примерно в стаканчиках плюс-минус одинаково. И столько же баночки. Первую банку нальем ксилол, так чтобы немножко закрыло сверху. Во второй стаканчик нальем растворитель. И в третий стаканчик наливаем ацетон. Баночку закрываем крышкой. В стаканчике нечем закрыть, но я буду использовать малярный скользь. Заклеим плотненько. И заодно подпишем. Сразу подписываем, чтобы не забыть. Шестьсот сорок шестой. Третья баночка нас ацетон. Все, оставляем теперь на сутки. Прошло вот ровно 24 часа. Как видим, ксилоли. Пластик еще, он уже не шмелится, но он... Откроем, посмотрим. Он вообще практически не растворился. Растворитель. У нас тут уже однородная масса. Немножко жидкости сверху осталось. Излишки. Сейчас мы откроем быстренько. Посмотрим его содержимое. Тягучая такая масса. Пластик прям распавился полностью. Я вам хочу сказать, такая очень густая. Вот сетон тоже видно, такая же однородная масса. Тоже пластик полностью растаял. Тоже такая же масса. Однородная. Густоватая. Ну, немножко мягче, чем в растворителе. В растворителе прям вообще густая. Сейчас давайте попробуем с вами склеить МДФ. Посмотрим, как все этот жидкий пластик поведет. Как раз оставим на сутки. Сразу подпишем, что это 646-й растворитель, чтобы не забыть. Аналогично склеиваем ацетоном. Ну, наносится, я хочу сказать, очень хорошо. Мягенький, липкий, жидкий пластик. Так же хотел склеить фанеру, как себя поведет на таком покрытии. Видите, наносится очень хорошо. Тоже подпишем. 6, 4, 6. Прижимать ничего не буду, просто попробую, как есть. Так же наш ацетон. Он, видите, тянется. И на воздухе начинает сохнуть. Клей также будем выдерживать 24 часа. Так же попробую склеить пластик. Первый у нас будет растворитель наш. На этом не подпишу, но я положу вот так вот, на 646-й, чтобы нам не забыть. Ну и, естественно, так же ацетон. Ацетон немножко гуще, но он как-то мне больше нравится. Я прям так, как есть. Вот так вот. И оставим на ацетоне. Пускай теперь сохнет, завтра посмотрим. Уже, получается, здесь на 44 часа прошло, да, с момента того, как залили к силоле пластик. Так он, короче, ничего с ним и не произошло, как он был. Так, никакого даже намека на то, чтобы он растаял, расплавился, нет. То есть к силолу к этому делу не подходит. Ну давайте попробуем, что же у нас получилось склеить МДФ. Слушайте, как клей. Ну что-то говорить, это же высох все-таки стал пластик. То есть МДФ вообще он клеит намертво. Ну давайте попробуем. А, нет. Ребят, клей прям отличный. То есть я вообще не могу. Даже при помощи ножа все оно отковыривается с другим куском МДФ. То есть по шву не расходится. Так, с МДФ, как видите, все отлично. Смотрим фанеру, стамеску попробую. Да, слушайте, ну клей действительно очень хороший. Давайте молоточком постучим, попробую. А, молоточек, но вырвал всю древесину. То есть по волокнам разошлось. Супер. Смотрим теперь. Сварителем был склеен пластик. Ну пластиком стал пластик, да? Наверное. А нифига вообще не отломается. То есть как клей, ребята, супер. Да вообще никак не возьмешь. Не-а. Ох, ну вот это, конечно, это уже вещь. Теперь смотрим, что у нас на основе ацетона. МДФ также был склеенный. Ну, тоже ломается сам МДФ. То есть с ацетоном та же история. Тоже все отлично, как видите. Так, что же у нас фанерка? Также сейчас при помощи томески пошло, попробуем ее разбить. Но она с волокнами отрывается. То есть, ну, не сам клей, а волокна отрываются именно. Ну, и пластик, смотрите, есть вот не проклеенное место. Сейчас мы здесь попробуем подцепить и посмотрим, как. То есть, вот она, да, видите? Да, нифига. Клей намертво. Склеивает прям намертво. Ну, у нас с вами получился вот такой вот небольшой выпуск. Если он вам понравился, обязательно палец вверх. Напишите ваше мнение. Все полезные ссылочки будут в описании под роликом. Переходите, смотрите. Вам же я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.